30 октября один из самых скорбных дней в российском календаре. Ежегодно миллионы людей собираются у памятников жертвам политических репрессий, чтобы вспомнить всех безвинно казненных и тех, чьи жизни оказались исковерканы приговорами НКВД ОГПУ спецстроек. В Чебоксарах люди приходят к памятнику, установленному на месте массовых захоронений, расстрелянных в годы репрессий. Тела убитых свозили на окраину города на кладбище по улице Богдана Хмельницкого. Сегодня там прошел траурный митинг. Около 40 миллионов человек в сталинские времена были признаны политическими врагами Советского Союза. При этом до сих пор не подсчитано точное количество физически ликвидированных, расстрелянных, замученных в лагерях. Цифра колеблется от 4 до 6 миллионов. Чувашу эти репрессии также не обошли стороной. Представители региональной общественной организации жертв политических репрессий уже есть во многих районах республики. И у каждого из них родители, бабушки или дедушки либо прошли через лагеря, либо навсегда сгинули за колючей проволокой или НКВДшных застенках. В 37-м году был посажен мой отец. Как политический мотив. Как троцкист, враг народа и так далее. Он отсидел здесь полных лет. Вернулся в 48-м году. У нас осталось 6 родителей матери. Я предпоследний. Живых остались нас только сейчас 2. Сегодня в Чебоксарах проживают около 460 реабилитированных. Многие из них уже не в состоянии прийти к памятнику. Но по инициативе региональной организации в свет вышла книга. Своеобразное поминание всех, кого не пощадила Родина. Удалось издать нам общими силами книгу памяти жертв в двух томах. Там, конечно, есть статья о моем отце. Что я могу сказать. Люди помнят своих родителей, дедушек, бабушек. Вот потому и сюда приходят. С каждым годом людей, принимающих участие в Дне памяти жертв политических репрессий, становится меньше. Но, как они отмечают, традиция собираться каждый год у братской могилы на кладбище Богдана Хмельницкого будет продолжаться до последнего. Екатерина Абрамова, Евгений Анисимов, Республика.